И завершим мы наш выпуск на торжественной ноте. Второй всероссийский фестиваль-конкурс патриотической эстрадной песни и хореографического искусства, детского, юношеского и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества» прошел в Московском доме ветеранов и вооруженных сил. Именитые члены жюри подвели итоги и вручили памятные награды победителям. В самом центре событий находилась наш корреспондент Мария Кузьмичева. Участники из 40 регионов, а это 90 выступающих, показали свои номера в хореографических и вокальных жанрах. И только 18 из них стали лауреатами. Они и предстали перед зрителями на отчетном галоконцерте. Но чтобы вновь выйти на эту сцену, конкурсанты прожили два сложных и эмоциональных дня. Ведь оценивали их работы известные артисты. Бедрос Киркоров, Алла Духова, Валерий Семин, Руслан Олехно и Юрий Городецкий. В судействии такого рода конкурсов, руководствуясь главным правилом, донес исполнитель произведения или не донес. Для меня это мурашки по коже. Если есть, значит он донес. Настоящим самородком для многих членов жюри стала 16-летняя москвичка Полина Федосеева. Ее трогательное исполнение песни Леерезника «Дети войны» тронуло струны души у всего зала. Я считаю, что эта песня важна для подрастающего поколения, потому что сейчас ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше, но у нас остаются дети войны, и поэтому я решила спеть эту песню для них. Вот уже второй год, как этот конкурс не только объединяет молодежь со всей страны, но и воспитывает патриотический дух. Своим творчеством молодое поколение показывает значимость этих событий. Самое главное, что дает этот конкурс, возможность детям понять других, понять то, что называется чувство Отечества, чувство Родины. 12 июня лауреаты будут выступать со своими номерами на площадках Москвы. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, Александр Асеев, Александр Дегурко. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.